СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ УСТАНОВЛЕННЫ Други мои, дорогие ютуба канала Армейцы! Очевидно, что сейчас интернет впервые столкнулся с государственными СМИ. И государства впервые убедились, убедились наглядно на своей шкуре, что интернет им не нужен и им опасен. Формат государства – это телевидение. Я вам сейчас покажу один смешной ролик. Этот дурно излагающий свою идею недоносок, как я считаю, месье Галковский, тот, кого выбрал тотальный диктант как автора текста, для того, чтобы все русскоязычные проверяли свои способности. Вот этого. После этого скажите мне, кто возглавляет тотальный диктант, и какого хрена вот эта мерзость Галковский туда попал? Это что, Набоков или Глуховский? Ну вот одна хрень, я их не разделяю. А тот Глуховский, а это Галковский. Два придурка. Глуховский, надо отметить, не лучше. Хотя это текст Галковского. Хотя, с другой стороны, какая хрена разница у русского будущего? Что Галковский, что Глуховский, что Хренповский, что Серпом по-яйцовски? Оба бездаря. Но один еще книжечки писал, а другой, по-моему, этот Галковский, который себя каким-то политологом считает, да? Это какой-то такой Галковский. Вот москаляка, бисов сын. Галковский, другой писал про Россию и про меня тоже. А вот этот Галковский, который так надо... Только послухайте, что он скажет. А что это за Галковский такой? Где сейчас это ничтожество подвязается, а? Где это русопопское ничтожество сейчас? Галковский. Ну-ка, давайте посмотрим. Это какой Галковский, который... Дмитрий Евгеньевич, тоже, понимаешь, ядрена мать, русский писатель. Еще смешно. Его в русские философы и публицисты записали. Дмитрий Евгеньевич, если я русский философ, как из дерьма пуля. Поэтому кончай прикололся. Ничтожество ты ничтожество. Философский роман, бесконечный тупик. Ах-ах-ах-ах-ах. Да. Ой, у него свой ютуб-канал. Да. Удивительное дело. Удивительное. Но кто бы хрен знал про такого Галковского и дружка его Глуховского. Хотя, может быть, они даже не друзья и даже не однофамильцы. Но важно, что оба этих очень нравятся. Один русскому будущее, другом – редакции «Тотального диктанта». Вы видите, как человек, это государственный пропагандист Владимир Соловьев, споткнулся об интернет. Это вечно пьяный, полуобразованный телеведущий, привыкший нести какую-то фантастическую ерунду. И эта ерунда, поскольку это телевидение, постоянно сходило ему с рук. Долгие годы. Но последнее время начались сбои. Я бы мог вам привести много примеров и привел только один, потому что он связан со мной. Как вы видели, Соловьев перепутал меня и писателя Глуховского, который, по его мнению, допустил какую-то политическую ошибку. Ну, перепутал. Чего здесь такого? Все мы люди, все мы человеки, все мы ошибаемся. Если бы речь шла об обычном телевидении, оговорку заметили бы не все. А те, кто заметил, прореагировали бы с замедлением в дни, когда поезд ушел на 500 километров. Но чудак вещал в интернете. И его поправили в формате живого времени. Существовал десяток способов отыграть обратно. Ну, обнаглевший телевизионщик уперся рогом и полез в бутылку. Более того, он решил играть на чужом поле и использовать интернет против меня. Выяснилось, что делать он этого не умеет. И более того, стало понятно, что перед нами, пардон, Муа, не очень умный человек, упорствующий в своих ошибках. Одновременно интернет дает нам достаточно подробные сведения о самом Соловьеве. Оказывается, что это никакой не Соловьев, а Венецковский. Что, согласитесь, превращает глумление над моей фамилией уже в совсем запредельный фарс. При этом псевдо-Соловьев, как сказано в Википедии, является стопроцентным евреем. Обычно заходы про глуховских и галковских делают антисемиты. Если что, я стопроцентный русский. То, что мой дед, сын сельского священника из Харьковской губернии, ничего не значит. Это один народ. Я стопроцентный русский до мозга костей. Русские мои родители, моя жена и мои дети. У меня русский характер, и я горжусь тем, что я русский. Никогда на этом не акцентировал внимание. Я очень много выступал, писал на протяжении многих-многих десятилетий. Такой фразы вы ни одной у меня не найдете. Я это делаю сейчас потому, что в мире поднимается мутная волна русофобии. Именно потому, что я русский, я хорошо отношусь ко всем народам и понимаю их психологию. Эта особенность позволила создать русским самую большую в мире континентальную империю. Где все народы процветали, даже поляки-русофобы. В немецкой Польше поляков просто выживали. Австрийская Галиция была отсталой аграрной провинцией. А русское царство польское под эгидой России стало процветающей страной с высокоразвитой промышленностью. Ну, это так, к слову. В 2022 году внезапно оказалось, что интернет не нужен. Побаловались и Будя. Самые передовые государства мира стали блокировать интернет-ресурсы, вводить жесткую цензуру, вести грязные демагогические кампании. До геркулесовых столпов цинизма дошел Фейсбук, разрешивший призывы к физической расправе над русскими и даже призывы к их убийству. Люди стали потом поправляться, что их не совсем так поняли. Убивать надо не всех и не всегда. Но это уже напоминало охорашивание бомжихи, упавшей в лужу. Этот же Фейсбук прошлым летом заблокировал меня, 60-летнего интеллектуала, за заметку о датском философе Киркегоре. Я там, видите ли, недостаточно корректно высказался о датчанах. Мне так и сказали, я унижаю честь и достоинство. Уже тогда меня поразила дубиноголовость фейсбучных, чуть было не сказал, фейсбешных цензоров. Хотя разница небольшая. Ослиные уши видны издалека. Фейсбук – это филиал ЦРУ, не больше и не меньше. Органы видны за версту. Тут, как говорил профессор Преображенский, стаж. Но это вовсе не свидетельствует о победе государства над интернетом. Все ровно наоборот. Недавно в интернете натравили чернь на знаменитую детскую писателю Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере. У нее нет ни капли русской крови, и вообще она существо суперлояльное. Но Роулинг немного старомодна и написала в одном из чатов, что она – женщина. На нее набросилась свора на усканных государством обывателей. Затем компания травли пошла крещенда. Дошло до того, что актеры, экранизировавшие ее книги, всей труппой выступили с гневным осуждением взорвавшейся половой шовинистки. А может быть даже, как скоро выяснится, русской. Не может же такой мерзавкой быть англичанка. Одновременно с этим выяснилось, что можно взять и случайно умершего при задержании полицейским дебошира и наркомана похоронить в платиновом гробу, да еще заставлять весь цивилизованный мир встать перед ним на колени. Как в советской присказке «За что дал ухо?» Ни за что. Было бы за что, вообще бы убил. Становись на колени перед уголовником и проси прощения. Прилюдно и с выражением. За что? А ни за что. Было бы за что, убили бы тебя, тварь. Но что это доказывает? То, что любого можно похоронить в платиновом гробу с королевскими почестями? Да. Но это одновременно доказывает и другое. Что точно так же можно любого утопить в корыте с пищевыми отходами. Хоть генерального секретаря ООН, хоть римского папу. И утопят. Вы натравили чернь через интернет в одну сторону. Но чернь можно натравить в любую сторону. На то она и чернь. И все равно, кого травить. Так государство, радостно применяя новые возможности манипуляции массовым сознанием, которые вроде бы дает им интернет, которые вроде бы дает им интернет, сами себе роют могилу. То, что сейчас происходит, это картина маслом «Государство пожирает интернет». Но это только первая картинка длинного комикса. Дальше будет картинка «Интернет пожирает государство». И боюсь, что таких картинок будет штучек сорок. С весьма красочными подробностями. У государств в силу их массивности и тупости не получаются сложные манипуляции. Только «бей гада» или «налетай подешевело». На большее выдумки не хватает. Дальше, по степени изощренности воздействия на массовую аудиторию, может идти только индивидуальный интеллект. Там начинаются двух-трехходовки и дальше больше. У отдельно взятого человека тут все козыри. 95% людей глупее государства, в котором живут. А 5% умнее. Эти 5% можно было не учитывать, потому что информационные мощности государства не шли ни в какое сравнение с возможностями отдельного индивидуума. Но эти времена закончились. Сейчас один муравей может сделать себе телевидение и поставить весь муравейник на уши. Раздавить муравья – пустяк. Беда в том, что их много. 5% – это мало, если речь идет о коллективе в 20 человек. А на Земле живет 7 миллиардов. Из них 1 миллиард – взрослые люди, имеющие доступ в интернет. 5% от миллиарда – это 50 миллионов. А из этих 50 миллионов – 1 миллион обладает навыками, достаточными для организации своих СМИ. Эту арифметику государством только предстоит усвоить. Фрагментация интернета тут ничего не даст. Это усложнит коммерческое и технологическое использование всемирной паутины, но только упростит деятельность муравьев. Несколько конкурирующих платформ для них – это то, что доктор прописал. Государство держится на монополии. Если я раньше говорил, что мы находимся у порога великой анархической революции, то сейчас эта революция вступила в свою первую фазу. Я лично революционер никудышный. Хотя бы потому, что мне уже много лет. А кроме того, я философ. Философ – это человек, который знает все и не делает ничего. У него вся мощность уходит в абстрактное рассуждение. Но потрепыхаться можно. Сейчас, ввиду вероятного закрытия ряда интернет-ресурсов, мы готовим дополнительные площадки. Понятно, что блокировка российских счетов затрудняет перевод доната. Еще в большей степени затруднен вывод средств с Патреона. С одной стороны, доходность нашего канала упала, с другой – даже полученные средства трудно снять со счета. Выход, хотя бы частичный, в переход на другие ресурсы. Но мы также стремимся сохранить то, что есть, в надежде на лучшие времена. Ничего закрывать сами мы не планируем. Таким образом, количество наших каналов будет увеличиваться. Для начала мы сделали копию нашего Патреона. Кстати, адрес Патреона на всякий случай вот. А это адрес новый, адрес Бусти. Это аналог Патреона для тех, кто находится в России и оплачивает рублями наши платные лекции. Патреоном лучше пользоваться тем, кто находится не в России. Ролики и на Бусти, и на Патреоне будут размещаться одновременно. Напомню, что на Патреоне помещаются видео на острые темы, которые по тем или иным причинам не очень удобно публиковать в прямом доступе. В зависимости от остроты они размещаются на разных тирах. Такая же система на Бусти. Оплата там в рублях примерно эквивалентная оплате соответствующих тиров Патреона. Еще раз адрес. Записывайтесь. Там уже размещены материалы, которые есть на Патреоне. Основная масса материалов нашего канала по-прежнему будет публиковаться на Ютубе в открытом доступе. Пока самый простой и самый надежный способ получения средств от зрителей это донат внутри страны. Он увеличился за последние две недели, но, конечно, не в такой степени, чтобы компенсировать потери. Если вам нравится наш ресурс и вы хотите его поддержать в непростое время, присылайте донат. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok